Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Давно мечтал о покупке отрезного диска по дереву для болгарки. Мечта идиота сбылась. Я купил себе отрезной диск фирмы Bosch. И сегодня хотелось бы поговорить о плюсах и минусах, потому что на самом деле он не так хорош. Как видите, я весь в мелкой опилке, стружке. Это как раз говорит о самом главном для меня минусе этого отрезного диска. Данный отрезной диск 125 мм, для болгарок 125 мм, позволяет резать дерево, дерево с гвоздями. Но нам это не интересно, потому что диск этот все-таки не вечный. На режущей хромке этого диска сделано напыление из горбитовой стружки, поэтому все-таки этот диск намного выступает по долговечности диску, который с зубами. То есть диск с зубом вы всегда сможете переточить, доточить, заточить. Там, конечно, долговечность намного больше, но я выбирал диск именно исходя по критерию безопасности. На самом деле получается безопасный. У него нет ни рывков, нет закусываний, нет у него каких-то толчков, в отличие от зубатых диск. Каждый зуб норовится зацепиться, углубиться не только в заготовку, но в руку, в ногу, куда угодно. То есть если зуб попал, то он точно вопьется. Здесь нет этих зацепов. Получается, так скажем, контролируемый рез. То есть здесь мы постоянно можем контролировать глубину погружения. Если в зубатом диске, там из-за конфигурации самого диска углубление происходит на миллиметр. Оборот миллиметр, оборот миллиметр. То есть поставим болгарку под своим весом, она моментально уйдет на глубину. Минус этих всех дисков в том, что они, во-первых, имеют малую глубину пропила. Вот с этой болгаркой у меня получается 2,7 миллиметра. Есть болгарки поменьше, у которых редуктор меньше, то получается, по-моему, 35. Это максимальное, что я как бы находил информацию. Если же мы поставим вообще в большую болгарку, то там, извините, вообще будет полтора сантиметра. Это они есть хорошо, но данный диск также может работать с пластиком и с гипсокартоном. Вот под гипсокартоном, в принципе, и получается замечательные вещи. То есть вам нужно вырезать под розетки, под выключатели, еще под что-то. Замечательная штука. Но самый минус, опять же, я повторюсь, это мелкая-мелкая пыль. Стружка здесь, в отличие, опять же, от зубатого диска, здесь стружки нет. Здесь просто древесная пыль, которая забивает все. И если, так скажем, под этим диском работать постоянно, то болгарке придет кирдык. Самый распространенный инструмент – это дрель и болгарка. Купив такой диск, то вы можете обеспечить себе быстрое отрезание каких-либо листовых материалов, фанеры USB. Фанеру пилить замечательно, без всяких сколов, задиров. Опять же, если сравнивать его с зубатым, то с зубатым будут задиры. Здесь такого не происходит. Такую вот двадцатку перепиливает моментально, спокойно, без принуждения. Также можно спокойно делать разные пазы под углом, перпендикулярно, как угодно. Здесь я делал торопях, попыхах, так скажем, да. Но, как вы видите, тоже все прекрасно, намного быстрее происходит, нежели делали это ножовкой. Очень удобный, это опять же, круг для вот этих вот мелких работ. Что-то подрезать, подточить. Куда не влезает бензопила, куда не влезает циркулярка. То есть, безопасный отрезной круг, именно вот для мелочевки. Но я бы не стал этот диск использовать как постоянно, потому что, во-первых, повторюсь, вот этот вот диск загубит вам болгарку моментально. Смотрите. Было пропилено совсем ничего. Она полностью вся в этой стружке, в этой пыли. То есть, этот диск такая палочка-выручалочка, когда вам нужно куда-то подлезть, подрезать, подточить. Орк-стекло, как вы видели, сами режет тоже замечательно, без сколов, без наплывов. То есть, температуру не создает. Из-за того, что я думаю, что все-таки металлический диск, он отводит температуру от орк-стекла, от пластика. И там не происходит никаких наплывов и задиров. То есть, если вот по пластику, замечательно. По гипсокартону, для вырезания каких-то отверстий, тоже замечательно. Но, я опять повторюсь, для меня вот эта пыль, это какой-то вообще кошмар. Вот эта мелкая пыль, то есть, без респиратора работает тоже плохо. Я думаю, сейчас я пойду в ванную выбивать всю эту древесную пыль. В остальном, в принципе, диск замечательный. Опять же, вернусь сначала. Он недолговечен. Вот эта вот корбитовая крошка, она, я думаю, быстро сотрется. Какая-то часть просто-напросто выкрашится. Bosch данный диск не доверил делать китайцам. Делали в Швейцарии. Все-таки это очень травмоопасный такой девайс. Ну и в конце, дорогие друзья, подведем итоги. Данный диск позволяет работать с деревом, пластиком, гипсокартоном. Делает прямолинейные, безопасные, чистые резы. Контролируемый рез по глубине. Но есть и минусы. Значит, первый, это цена. Для такого, так скажем, одноразового диска, у которого эта все-таки корбитовая крошка будет выкрашиваться, и стачиваться. И он недолговечен. 850 рублей дороговато. Ну, я думаю, мы платим за безопасность. Вы сами видели, что никакого закусывания, толчков, рывков здесь нету. В отличие от зубатого диска. Но для полного счастья я возьму зубатый диск. Этот металлический. Потому что, в принципе, у этих дисков совсем разный смысл по работе. Этот диск очень хорош для прямолинейных чистых резов. Безопасен. Зубатый диск подходит для грубых работ с древесиной. То есть, из этого вот бревнышка мы легко тем диском сможем сделать две зубочистки. Соединение получается, если стараться и набить руку, получится ровные и крепкие. Глубина реза, опять же, минус. Цена минус. Пыль. Пыль. Вот это самое главное для меня минус. Работать в мастерской я сейчас буду убираться здесь больше, чем работал. Потому что пыль эта мелкая, она везде. И жизнестойкость при такой работе болгарки, она, конечно, тоже будет в разы уменьшаться. Так что, какой диск выбирать вам, если я вам чем-то помог при выборе, то ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь, жмите в колокольчик. Если вы решили подписаться, нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о новых видео. Со своей стороны скажу, что это все-таки прекрасная вещь для тех, у кого нету циркулярки и бензопилы. Для обрезания каких-то мелких заготовок. Для постоянной работы в этот диск, конечно. Игрушка, короче. Всего доброго. До встречи на канале.